Всем привет! 14 апреля, Ольга Чернова, Огородная Азбука. Я пришла проверить те посадки, которые я вчера сделала в необогреваемую теплицу. В теплице с подогревом растет все хорошо, это ясно. Но многих-то интересуют именно те условия, которые приближены к ним, потому что подогрев грунта есть не у многих, даже подогрев вот такой инфракрасный есть не у многих. У большинства огородников просто поликарбонатовая теплица и больше ничего. Вот я пришла проверить температуру. Еще раз повторю, здесь ничего я не грела и греть пока не собираюсь. Вот грунт у меня 10, ну где-то 10-11, тут даже точно не посмотришь, градуировки очень мелкие. А на градуснике 25 градусов, это в условиях солнечной температуры. Так вот, как обойтись без дополнительных затрат только на солнце? Конечно, я еще раз повторю, что я здесь сделала дуги и сейчас, я вот сейчас открыла дверь, я сейчас все это проветрю. Во-первых, мне нужно, чтобы конденсат маленько проветрился, потому что земля влажная, все это испарения идут, нам не нужно. Нам нужно, чтобы как можно суше здесь было. Что я буду делать дальше? Я сейчас не знаю, буду я довысаживать сегодня или нет, потому что у меня по плану надо к колышкам привязать ранние посевы, там их посынковать, полить все. Там работы много и еще перевалка у меня. Может быть, я сегодня буду довысаживать, может быть, нет. Но даже по этому количеству можно уже судить обо всех, если бы даже было полностью высажено. Что я буду делать? Конечно, днем я постараюсь, вот они сейчас у меня просохнут, все тут прогреется, и я постараюсь допоздна не держать их открытыми, чтобы лишнее вот это природное, как говорится, даровое тепло не растерять. Когда температура только чуть-чуть солнца начнет, температура опускаться, начнет солнце меньше тут прижаривать, я начну закрывать послойно. Конечно, в такую жару полиэтиленовой пленкой я не закрываю, я ее закрываю в последнюю очередь. И я потом попозже вечером вам покажу. Я сначала закрою не тканки, потом прикрою полиэтиленовой пленкой и притащу сегодня с чердака, у меня там на втором этаже вот эта воздушно-пузырьковая пленка, прикрою ей. И буду я это прикрывать еще в то время, когда и на улице будет тепло, и когда в теплице еще будет жарковато. Но тут нужно тонкую грань найти. Чтобы тепло не улетучилось, но чтобы они рано не закрыть, чтобы они там не сварились. Можно, например, оставить, все закрыть, там запаковать, можно оставить вот этот торец открытый и контролировать, ну, чтобы немножко они проветривались. Ну вот я так поступаю давно уже, в тех теплицах, где нет у меня возможности подогревать, закрываю пораньше, у них там вот это тепло остается, прям захлопываю, и они в этом теплом коконе сидят. У нас потому что прошлая ночь была плюс 5 на улице, а нынешнее будущее будет похолоднее, по-моему, всего 2 градуса. Вот при 2 градусах здесь будет холодновато, но я все равно не буду включать подогрев, потому что у меня греется основная там теплица, в крайнем случае я ее буду подогревать, а эти будут на самовыживании, пока плюс за бортом, здесь никаких им поблажек не будет. И тут им еще и нельзя, потому что они немножко под вытянувшиеся рассада, пусть она покрепнет, маленько разжиреет, растолстеет, потом уже будем дальше смотреть. Но природное, солнечное вот это тепло нужно использовать на 100%, нужно стараться как-то приспосабливаться, уметь его улавливать, задерживать, чтобы оно у нас не улетучивалось. Именно поэтому я очень хорошо слежу за форточками. Как жарко я открываю, как только чувствую, что там температура приемлемая, вот здесь 25-26 градусов, я сразу их закрываю с учетом, чтобы дневное тепло аккумулировалось, вот здесь оставалось, чтобы оно в эти форточки не вылетало.